Покупаете товары из Китая, в том числе с Алиэкспресс? Загляните на Залипанду. На канале много крутых подборок и распаковок. А также сейчас нам проходит розыгрыш целых 30 призов. Среди которых смартфон, экшн-камера и много других зачетных подарков. Ссылка на канал в описании. Здравствуйте дорогие друзья, вы на канале АлиТоп. В этом видео будет обзор довольно интересной вещицы, мимо которой я просто не мог пройти. Это как написал продавец телескоп или правильный монокуляр для мобильного телефона, либо любой другой камеры. Кому также интересно, ссылка на него будет под видео. Когда распаковал, думал уже ругаться на нашу почту, но оказалось продавец напихал еще дополнительных ништяков. Это крепление для смартфона и маленький трипод. Также внутри находится чехол для хранения и специальная салфетка для очистки линз от грязи и пыли. Корпус сделан из черного пластика, а линзы прикрыты резиновыми накладками, чтобы не запачкать их и не разбить. Внизу есть отверстие под штатив, или как в нашем случае под небольшой трипод. Сверху колесико для регулировки фокусного расстояния. Сразу оговорюсь, что с подобными девайсами я встречаюсь впервые. Никакого опыта использования, тем более работы с ними у меня попросту нет. Поэтому сильно не ругайтесь, если буду путаться в терминологии. Первое, что бросается в глаза, это то, что использование данного монокуляра для видео или фотосъемки с телефона или другой камеры, это скорее опция, чем основное назначение. Так для чего же нужны монокуляры? Область применения довольно велика. Его можно использовать в путешествиях, на отдыхе, при пешем туризме, наслаждаясь природой. Также есть такое довольно популярное в Европе времяпрепровождение, как наблюдение за птицами в дикой природе. Также монокуляры интересны охотникам. И конечно нельзя забывать любителей повысматривать что-то интересное через окошко. Данный экземпляр по заявлению продавца имеет 40-кратное увеличение. Не могу сказать, насколько это правда или нет, так как в этом вопросе я профан. Но мне все же кажется, что это немного завышенная цифра. Напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Ну а если вы еще и разбираетесь в данном вопросе, то думаю, ваш комментарий будет вдвойне полезнее. Справедливости ради скажу, что увеличивает он довольно прилично. И объекты, которые почти неразличимы, через этот монокуляр можно очень детально рассмотреть. И качество самой картинки, если вы снимаете, тоже достойное. Когда я его заказывал, то планировал продать после обзора. Но скорее всего оставлю себе. Благо, что стоит он совсем недорого. Все ссылки на данный монокуляр вы найдете внизу под этим видео. И как всегда, пожелаю вам удачи, крепкого здоровья и хорошего настроения. Увидимся!